К нашему эфиру присоединяется Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Владимирович. Мы вас приветствуем в эфире Freedom. Вечер добрый. Ну вот мы озвучили также для наших зрителей, что российским регионам придется потушить затянуть пояса. А вот если и до этого не очень-то и жили с такой прибылью, знаете ли, с которой можно себе многое позволить, то есть будет ли это действительно ощутимо и может ли это быть таким массовым психологическим ударом, скажем, по населению? Здесь важно, какие, скажем так, население с каким уровнем дохода уже в 2025 году может затронуть этот эффект затягивания поясов? Ну, смотрите, в разных субъектах федерации российской уровень жизни это разный, очень здорово. И если мы с вами говорим о столичных центрах, если мы говорим о Москве, Санкт-Петербурге, если мы говорим о городах-миллионниках, там как бы одна ситуация и с оплатой труда, и со средней заработной платой по региону, и с возможностью найти работу более-менее оплачиваемую неплохо. Чем дальше от центра мы идем вглубь Российской Федерации, там ситуация все хуже и хуже. Так что, когда мы с вами говорим о том, как будут нынешние проблемы с российской экономикой сказываться на уровне жизни людей, нужно четко понимать, что уровень жизни людей в разных регионах будет рефлексировать по-разному. Кстати, еще раз, знаете, я часто люблю проводить аналогии с Советским Союзом. Вот то, что сейчас происходит в Российской Федерации, очень здорово накладывается калькой на те решения, те процессы, те, скажем так, способы выхода из сложных финансовых ситуаций, которые были в Советском Союзе. Вот смотрите, вот вы только что в рамках сюжета дали информацию о том, что Москва дала возможность регионам на законодательном уровне ограничивать потребительские цены для того, чтобы таким образом не дать возможности раскручивать инфляционному маяку. Ну а вот что это значит? Это значит, что как только вы начинаете на административном уровне регулировать цены, у вас тут же происходит несколько процессов. Первый процесс – либо падает качество, либо физический производитель отказывается от производства этого вида товара, и у вас появляется дефицит. То есть, наиболее вероятным сценарием развития событий при государственном регулировании жестком цен на продовольствие, на товары первой необходимости промышленной группы будет возникновение дефицита. Ну да давайте вспомним Советский Союз. Вот полностью ситуация. Да, цены были дешевые однозначно, но попробовали бы вы за эти цены приобрести тот или иной товар. Да, начинались спецраспределители, начинались ситуации с особо приближенными, которые имели доступ к материальным ценностям, но основная масса населения стояла в очередях. И вот эта ситуация, она и по способу решения, и по тем перспективам, которых вполне возможно Российская Федерация дождется в самое ближайшее время, она как бы очень похожа на те процессы, которые происходили в Советском Союзе. Так что это как бы ситуация более-менее понятна. Тем более, есть очень серьезная проблема с трудовыми ресурсами. Да, вы тоже упомянули о том, что тех трудовых мигрантов, которые приезжают, их не хватает катастрофически, а даже те, кто приезжают, с ними иногда достаточно жестко обходятся, и правоохранительные органы, и, скажем, местное население. Но нужно же понимать следующее. Нужно понимать, что куда в основном едет трудовая мигранция? Она едет на те сферы экономики, которые характеризуются очень низким уровнем автоматизации, низким уровнем оплаты труда, но которые предполагают достаточно большую значимость. Ну вот сельское хозяйство, например, да? Или там строительство, или там жилищно-коммунальное хозяйство. Где работали мигранты в основном? Вот в этих секторах. Что там происходит сейчас? Катастрофический дефицит кадров. Катастрофический. И это еще более усугубляет ситуацию с объемами производства. То есть, с одной стороны, производителю становится неэффективно и невыгодно производить, с другой стороны, ему просто неким производить. Так как нет трудовых ресурсов, все они оттягиваются достаточно высокими зарплатами в предприятия военно-промышленного комплекса, которые активно подпитываются бюджетным финансированием. Кроме всего прочего, мы же с вами прекрасно знаем о том, что любой бизнес работает из заемных ресурсов. Если у вас систематически повышается ставка рефинансирования, автоматически повышается и ставка по кредитам, то те, кто вынуждены активно привлекать кредиты в свои производственные деятельности, находятся в значительно худших условиях, чем те, которые работают за счет прямого бюджетного финансирования. То есть, понимаете, это все процессы, они до такой степени уже были отработаны, изучены, четко сформулированы анализом экономистов тех процессов, которые происходили в Советском Союзе. Меня просто удивляет, как россияне становятся в очередной раз на одни и те же грабли. Кто-то достал книжечку, сдув с нее пыль, открыл и начал читать, как надо делать. Просто параллельно с этим, когда ФАС говорит о необходимости ограничивать цены на продукты, ЖКХ будут вдвое больше вырастать, судя по проекту бюджета на 2025 год, некоторые регионы могут выплачивать так называемым участникам специальной военной операции войны против Украины, по 3 миллиона подъемных. 3 миллиона, это рекорд на территории Российской Федерации. Олег, можете... Белгородская область. 1,7 миллиона рублей. Как это вообще в целом в одной стране, в одной экономике, в принципе, может жить одновременно? Где-то ограничивают цены на продукты, где-то растут цены на продукты по экспоненте с 2022 года, где-то ЖКХ больше, а где-то по 3 ляма, простите, за убийство. Нет, подождите, вы же не уточнили, это 3 миллиона разовая выплата по подписанию контракта. Далее человек, который пошел на службу, подписал контракт, он получает все соответствующие ежемесячные выплаты, которые полагаются военнослужащим Российской Федерации. То есть мы говорим с вами о разовой выплате, причем абсолютно нужно четко понимать, что эта выплата состоит из двух частей. Там 400 тысяч – это бюджетные деньги, деньги центрального бюджета, а остальная сумма – это инициативные выплаты регионов. При этом я так понимаю, что регионы не просто так этим делом занимаются. Дело в том, что губернаторам доводятся планы по привлечению людей на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. И для того, чтобы выполнить эти планы, применяются любые методы, в первую очередь методы финансового стимулирования, которые осуществляются за счет того, что, например, прекращаются национальные программы, прекращается финансирование строительства новых школ, новых больниц, улучшение системы здравоохранения. То есть те направления, которые, собственно, и призваны улучшать жизнь тех людей, которые, собственно, живут в этом регионе. Поэтому данная ситуация, она просто еще раз говорит о том, что на сегодняшний момент вся экономика Российской Федерации поставлена на военные рельсы. И благосостояние людей, и улучшение уровня их жизни. На сегодняшний момент российскую власть в реальной действительности не волнует. А как экономическая ситуация, ухудшающаяся для России с продолжением войны против Украины, повлияет на уровень безработицы? Потому что Кремль, конечно, пытался практически нулевой уровень безработицы как победу предоставить своему населению. Но мы понимаем, что это абсолютно плохо для России в целом. Есть ли вообще такие, например, уже ужасающие перспективы, например, что какие-то профессии будут либо исчезать, либо полностью переформатироваться, либо, к примеру, там те профессии, которые считались из-за применения большей силы более мужскими, скажем так, туда будут заставлять эти женщин. Как в этом ситуация может развиваться? Ну, смотрите, мы же сами уже обсуждали ситуацию с миграционной политикой. Мы уже как бы поднимали вопрос о том, что России необходимо, ну, как минимум, там, в год 15-18 до 20 миллионов трудовых мигрантов. А реально на сегодняшний момент приходит, ну, в лучшем случае, там, одна четвертая часть того, что нужно. Там 5-6 миллионов приезжает, и то нужно понимать качество этого трудового персонала. Собственно, когда мы с вами говорим о безработице, да, сегодня она меньше 2%, и при том, что дефицит рабочей силы страшный. И в данной ситуации те отрасля российской экономики, которые сидят на прямом бюджетном финансировании, а это отрасля военно-промышленного комплекса, они имеют возможность, собственно, и как бы и задание для выполнения контрактов, которые они подписывают, привлекать на свои предприятия людей, соблазняя их достаточно серьезным социальным пакетом, увеличенной заработной платой, гарантией от будущей мобилизации через бронирование. Но эти процессы, вы же понимаете, они возможны только в тех отраслях, которые активно финансируются из государства. Я уже сказал, что когда мы смотрим на всю остальную экономику Российской Федерации, которая сегодня страдает от очень высокого уровня ставок по кредитам, которая страдает сегодня от очень высоких цен на ресурсы, которые нагнали в реальной действительности те же самые предприятия военно-промышленного комплекса, от сумасшедшей безработицы и отсутствия трудовых кадров. Главное, о чем мы сейчас должны понимать, что вот этот сектор, который, сектора, которые активно страдают, это сектора гражданские. Это сектора, которые, собственно, призваны обеспечивать возрастающий уровень жизни российского народа. Это сектора, которые призваны кормить этот российский народ. Поэтому традиционно, опять же, возвращаясь к аналогиям с советским периодом, нужно понимать, что начнутся четко разделять регионы по уровню снабжения. Но, естественно, никто же не допустит отсутствия продуктов питания в Москве, в Санкт-Петербурге, правда? Зачем российской власти под боком социальное недовольство? Однако там за 300-400 километров от МКАДа уже, извините, такого не будет. И опять возродятся те же самые колбасные электрички, все остальное. Ну, то есть, еще раз говорю, вот то, о чем мы, с чего мы начинали, и, собственно, то, что продолжается сейчас. Проблема заключается в том, что все это уже россияне видели. Через все это уже люди, рожденные в Советском Союзе, проходили. Но просто нужно понимать, что тогда советский народ, извините за такую тавтологию, собственно, он не видел альтернативы, он не понимал, что может быть что-то лучшее. То есть, благодаря достаточно серьезному железному занавесу уровень жизни советского народа на тот момент казался чуть ли не идеальным. Но с того времени прошло много лет, и нужно понимать, что с того момента достаточно большое количество россиян, побывав за границей, поняли, вот чем принципиально отличается уровень жизни в бывшем Советском Союзе от уровня жизни в той же загнивающей Европе. И сейчас возвращаться к тем основам, которые были в последние годы Советского Союза, ну, нужно четко понимать, опять же, по разным социальным группам позиции-то разные. Старшее поколение, может, даже некоторые вещи будут восприниматься в ностальгии, как возврат в молодость. Но молодое поколение, ну, что точно, оно не воспримет это радостно, потому что это для него, как бы, ну, конец его ожиданий. Это конец тех надежд, которые они, собственно, возлагали на, в том числе и Российскую Федерацию. Владимир Владимирович, как раз и хотел сказать, что кто-то, может быть, и поностальгирует, но даже то поколение, которое застало эти, как вы сказали, колбасные поезда, они тоже, может быть, в краем глазу уже успели увидеть, как жить без этих поездов, и когда есть выбор продуктов, как минимум, более-менее вменяемый. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Олег Владимирович Пензин был с нами на связи, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.